добрый день в эфире ток-шоу с глазу на глаз и сегодня как и анонсировалась гость нашей студии председатель донецкой областной государственной администрации андрей шишацкий и мы будем говорить с губернатором о таких темах как социальные инициативы президента о реформах которые на сегодняшний происходят главных социальных сферах это образование медицины ну и я надеюсь что и вы уважаемые телезрители сможете посредством телефонной связи задать свои вопросы андрей владимирович андрей владимирович добрый день добрый вечер спасибо что вы пришли нам студию начнем вот чего как вы восприняли социальные инициативы высказаны президентом украины виктором януковича как руководство к действию президент требует от нас чтобы реально улучшалась жизнь граждан и социальные инициативы озвученные президентом они именно и направлены на это улучшение насколько реально может быть притворение в жизнь вот этих президентских идеи которых он говорил ну во первых она уже происходит увеличились пенсии выросли заработные платы запланирован рост зарплаты и на четвертый квартал и пенсии тоже увеличены выплаты по уходу за детьми на рождение ребенка и кроме всего прочего еще и выплаты ветеранам инвалидам войны увеличены то есть инициатив достаточно много они скажем так деньги емкие требует серьезных средств но они сегодня внедряются реально на деле что касается средств вы сказали о том что реально повышаются зарплаты и различные другие выплаты но ведь часть из этих выплат ложатся временем на местные бюджеты удается на сегодняшний день верстать свои казны городам области но вообще я хочу сказать что большая часть вот этих выплат за счет госбюджета и пенсионного фонда который тоже большей части опирается на госбюджет и местный бюджет конечно тоже не остается в стороне здесь участвует до меньшей скажем так доли что касается увеличения там фискального давления я не думаю что оно происходит все таки большей частью эти средства дополнительно изыскиваются за счет детенизации экономики и мы по итогам 8 месяцев к прошлому году собрали в местные бюджеты это плюс 15 процентов около 5 миллиардов 600 миллионов гривен я с оптимизмом смотрю на выполнение местными бюджетами области годовых показателей минфина хотя прямо скажу это напряженно на сегодня 8 месяцев 102 и 6 десятых процента выполнения таких нормативов но есть небольшая тенденция к росту уже в сентябре на ваш взгляд в случае вот реализации ряда инициатив о которых мы сейчас с вами говорим у это снимет некую социальную напряженность в обществе которая все-таки в некоторых позициях у нас прослеживается ну давайте будем откровенно социальная напряженность она есть есть где-то и завышенные ожидания ускоренных вот таких изменений и улучшений есть где-то и обида и озлобленность это надо преодолевать дело в том что опять же президент настаивал на том что нужно вернуть доверие к власти но это можно сделать только работой к сожалению власть раньше очень много обещала и мало выполняла поэтому сейчас приходится работать за себя и того парня и все-таки необходимо необходимо выполнять обещания и предыдущих властей и поэтому сегодняшние правительства и губернаторы на местах они все-таки но работают достаточно жестком таком режиме по выполнению этих социальных инициатив и других задач которые ставит президент андрей владимирович еще одна инициатива которая высказывалась президентом это поэтапный переход от льгот к реальной адресной помощи мне тут опасения что если такой такая монетизация да как ее еще называют станет реальностью что это тоже может вызвать скажем так некий дисбаланс в обществе вы знаете на самом деле модернизация уже существует в том числе и по выплатам где вместо допустим угля там или газа пропана выплачиваются денежные средства в общем то как мне кажется по моему мнению в общем то монетизация более справедливая и я думаю что она бы могла убрать многие злоупотребления ведь на самом деле десятки миллионов даже по области выделяется на льготный проезд но по сей день нет понимания на самом деле сколько ездит льготников справедливо ли она распределяется между городами и районами а при монетизации ну допустим бы человек отдельно получал бы на проездом местном транспорте 100 гривен и он уже по своему усмотрению мог понимать куда он их мог потратить либо на там проезд междугородний или там внутри городской или еще там куда-то я думаю что это более как бы имеет такую социальную справедливость что касается социальной справедливости продолжая тему инициатив которые высказывались виктором януковичем было сказано о том что некоторые льготы нужно серьезно всем образом пересмотреть в части того что скажем так они не обоснованно завышенный и очень определенный плац людей эти завышенные льготы получают не совсем заслуженно ваше мнение по этому поводу и насколько вот это может стать реальностью ну во первых уже эта работа начата по поводу допустим вы знаете там повышение стоимости электроэнергии для тех кто берет больше 500 киловатт я думаю что это необходимо просто знаете все равно люди ждут справедливости ведь это еще я прочитал еще французская революция говорила о том что вот наполеон долго что нужно в итоге людям свобода или справедливость в итоге свободы очень быстро наелись и пришли снова что людям нужно справедливость поэтому вполне справедливо чтобы богатые платили больше если они больше потребляют и льгота от задан запустим заниженной стоимости электроэнергии которые перекрывают наши промышленные предприятия она перекрывала людей скажем так мало обеспеченных среднего достатка но никак не богатых которые допустим потребляют там в десятки раз больше той же электроэнергии и газа чем люди со с небольшим достатком вы считаете что можно заставить сегодня богатых поделиться с бюджетами частности как вы относитесь к возможному внедрению такого налога как на роскошь вы знаете все таки я думаю что делиться лучше добровольно и поэтому налог на роскошь я бы наверное бы опять же назвал бы его правильно налог социальной справедливости опять же и это вполне нормально и реально чтобы убрать вот эти вот все лазейки юридические лица физические лица завезли если вы катер или там яхту да то будь добр растамож заплати и за уплаченные деньги наслаждайся жизнью а эти средства пусть тогда хотя бы немножко выровняют ситуацию в стране ведь не секрет что сегодня несколько в том числе из-за где-то этого дискомфорта к тому же у наше общество привыкла за время советской власти все таки какой-то более-менее справедливому распределению национального продукта и естественно есть сегодня спрос на левую идею и я думаю что лучше все таки законодательном поле выстраивать какие взаимоотношения более справедливые между гражданами чтобы упредить ну какие-то протестные в конце концов настроения это все мы опять же возвращаемся к началу нашего разговора по поводу напряженности социально ряд экспертов особенно политиков но понятно что слова политиков иногда стоит делить как минимум на два говорят о том что выплаты счет банка повышение вот зарплаты пенсии пособий могут вызвать инфляционные процессы вслед за этим и рост цен не получится ли так что скажем так одной рукой дают а второй не вольно забирают ну давайте говорить о фактах мы можем рассмотреть так что у нас сегодня реальная зарплата в области там выросла примерно там на 13 процентов с начала года при этом цены так не выросли инфляции такой нет в принципе определенная инфляция она все-таки должна быть для того чтобы просто подпитывать экономику учитывая что у нас украина а вообще область особенно экспорта ориентирована поэтому необходимо вот балансировать и курс и денежную массу поэтому незначительная инфляция по моему мнению как бы на основании моих экономических знаний которые имею она все-таки должна быть потому что дефляция или там застой он приводит и в застое в экономике особенно в экспортно ориентированных мы становимся не конкурентные в во внешнем мире но в то же время опять же ну сразу же не транслируется стоимость там доллара на стоимость там продуктов питания там воды и электроэнергии до привязка из корреляция непрямая поэтому здесь важно просто чтобы рост реальной зарплаты обгонял рост цен поэтому тогда люди не будут это болезненно воспринимать еще один вопрос который люди болезненно воспринимают это вопрос жилья доступная ипотека до рассматривается сегодня такая программа в частности она начала свою работу уже и в донецке скажите только ли донецк будет задействован в этой программе или еще какие-то города региона могут насчитывать на то что люди там смогут получить какие-то свои квадратные метры ну я хочу сказать что конечно донецк в первую очередь вот вводится 108 квартирный дом в киевском районе донецка в октябре где-то и в петровском районе будет дом вводиться уже до конца наверно сентября и в том числе я знаю там запланированный часть квартир по моему 15 под именно ипотечное это кредитование есть заявки из таких городов и краматорск мариуполь есть красногоровка вопрос если в красногоровке люди готовы взять кредит и заплатить первоначальный взнос поэтому этот процесс идет идет медленно раскачивается но тем не менее исходя из тех поправок которые принимаются на уровне правительства постановление кабинета министров он становится все более жизнеспособным и набирает обороты и я думаю что все таки еще в данном случае необходимо построить это социальное жилье для того чтобы оно реально было доступно по цене поэтому сейчас разрабатывается программы именно строительство такого социального жилья и естественно не только в донецке на основании изучения спроса вы скорее всего вернуться к панельному домостроению просто уже на новом уровне панельное домостроение сегодня очень хорошо развита в той же финляндии скажем достаточно такая морозная тоже погода присутствует вполне у нас может применяться я сам достаточно много работал в этой отрасли был 8 лет директором завода крупнопанельного домостроения и понимаю что она может быть и быстро возводимой достаточно дешевая по стоимости это выход ведь когда-то хрущевки все-таки спасли ситуацию андрей владимирович ну люди большинстве стоят силу возможно своей ментальности всегда чего-то опасается ищет подвоха и очень многие говоря вот об этой программе по доступной ипотеке по доступному жилью переживают за то что вот закончатся выборы и вслед за этим закончится и программа вы знаете вот здесь вот такие поправки давались чтобы все такие люди имели взаимоотношения мое мнение для того чтобы это вот программа пошла только вот на вот эти три процента на вот эту разницу они они ждали вот этих компенсаций не боялись того действительно вдруг в таком-то бюджете не примут поэтому эта программа требует дальнейшего усовершенствования конечно для того чтобы ну здесь вот так чтобы открыто смотреть государства и люди друг другу в глаза ожидать какого-то не знаю такой благодарности или какого-то вот подъема в связи с этой программой я бы не стал это рабочая такая программа не стал по той простой причине но я не видел еще людей которые сильно были благодарны если ты дал им в долг тебе надо отдавать как говорят берут чужое ненадолго отдают в свое и на все да да поэтому тут андрей владимирович сегодня вот буквально посмотрел статистику по донецку в донецке всего лишь полтора процента людей опрошенных не имеют скажем так работы и существуют проблемы с трудоустройством я думаю других городах регионов ситуация посложнее каким видит руководство области на сегодняшний момент вопрос организации новых рабочих мест и самый главный вопрос прежде всего в каких сферах на мой взгляд на сегодня необходимо создавать эти новые рабочие места на самом деле проблема существует если мы говорим о том что сегодня там у нас около 30 тысяч безработных 28 по моему зарегистрировано официально в центре занятости из них там 7 тысяч молодых людей на самом деле скрытая безработица по данным организации труда международная у нас повыше и конечно повыше она не в донецке вы такую достаточно благоприятную статистику как раз в донецк ездят на работу в том числе я не скрою из макеевки из харцизка ну из других там близлежащих городов и не совсем даже близлежащих поэтому конечно нужно создавать новые рабочие места это вообще самое на важное сегодня в той политике государственной которая должна проводиться к сожалению это несколько было дискредитировано вы знаете все эти истории по фонду занятости и в этом году не выделялась средства на создание мест рабочих в донецкой области я надеюсь следующем году эта программа все-таки будет работать и она по моему мнению должна конечно работать точечно а в городах где ну происходит где-то вот закрытие крупных предприятий или их модернизация которая зачастую ведет к сокращениям ну с чего греха таить это вот завод имени кирова макеевки дал сразу много проблем это и потеря рабочих мест это и снижение подачи воды и водоотведения что сразу сети стали такие невостребованные с таким объемом потери увеличились поэтому вот макеевка мне кажется в дальнейшем мариуполь такие вот города с тяжелой промышленностью плюс шахтерские города имеют снежной это рэш шахтер с димитров они как раз и должны стать этот центром создания новых рабочих мест рабочие места я думаю первую очередь все-таки у нас сектор переработки пищевой промышленности не использован допустим мы себя там 40 процентов там мясом всего обеспечиваем там колбасными изделиями молоком тоже в таких же примерно объемах то есть мы можем все-таки вложиться в создание новых рабочих мест потому что я даже сейчас вот вот общаясь с главами администрации главами совета в поселках села говорю что ну давайте какие-то предложения по созданию рабочих мест сегодня в принципе инвесторы готовы не только государственные создавать том числе в донецкой области рабочие места именно с гарантированным сбытом гарантированный сбыт это либо внутреннее потребление продукты питания либо то что можно продавать за валюту за рубеж в принципе потенциально именно сельское хозяйство и продукты переработки его это являются таким продуктом андрей владимирович есть 1 дозвонившийся у нас давайте послушаем телезрителя вечер добрый представьтесь пожалуйста и ваш вопрос да здравствуйте пенсионер у меня такой вопрос андрей владимир к вам и хотелось бы уточнить макеевский горводоканал перешел или его продали фирму вода донбасса жильцам сейчас насильно заставляют переоформлять документы и с июля месяца с июля месяца у тех людей которые были счетчики стояли значит за то что переоформление делается в течение там двух месяцев им сейчас выставляет самовольные счета не по счетчику даже не по среднему счетчику а выставляет люди люди переплачивают очень большие деньги сделал то что вода донбасса не имеет жильцами города макеевки договора а на каком основании они делают это спасибо алексей григорьевич за вас за ваш вопрос действительно перешла макеевский горводоканал в компанию вода донбасса и есть в целом это решение я считаю правильное увеличилась подача воды на город макеевку и продолжительность по часам к сожалению увеличились потери потому что при увеличении напора много порывов по макеевке я знаю о проблеме говорил с руководством воды донбасса и мэром города макеевки о том что сложно идет процесс перехода процент оплаты по июлю там что-то был порядка 15 процентов потому что они платили еще старому кп макеевский водоканал где-то 45 процентов уже было в августе по поводу вот этих вот жестких выносов и перерасчетов я приглашу к себе руководство воды донбасса и города макеевки мы все-таки здесь я считаю должны снять эту проблему и смягчить ситуацию спасибо для владимирович еще один есть телефонный звонок добрый вечер слушаем вас и представьтесь пожалуйста добрый вечер вы в эфире добрый вечер да слушаем вас у меня кандир владимирович вопрос добрый вечер вам они владимирович вот вопрос такой у меня простой ну вот это тысяча рублей которые выплачивают значит мне жена умерла и теперь вот требует мне не выплачивают потому что я уже в одну тысячу получил значит в одни руки только выдают а теперь я говорю вы переоформите то есть по наследству не годится через этот нотариус и так дальше ну короче говоря я на внучку хочу перевести а там тоже проблемы 600 рублей на оплатить за то что переоформить что за законы такие интересные я не пойму вот это вот объясните мне спасибо большое а будьте добры можете оставить свой телефон и ваши координаты в студии для того чтобы мы это оформили и вам помогли потому что явно это не согласно закону 600 гривен хотят из тысячи у вас это больше какие-то внутренние наверно тут нотариальные услуги или еще чего-то подобное не подсказывают что координаты нашего дозвонившегося есть поэтому мы прямо прямо внесем как заведем конкретную карточку как обращение о форме андрей владимирович давайте поговорим о анонсированной мной теме это реформы в двух базовых наверное до сферах нашей жизни это образование медицины начнем с медицины донецкая область пилотный регион где реализуется реформа здравоохранения уже начата реорганизация уже делаются какие-то конкретные шаги понятно что реформа возможно не все сразу ею довольны кто-то может быть до сих пор не понимает как эта реформа будет происходить вы как оцениваете происходящее здравоохранение нашего региона на сегодняшний день и когда можно будет говорить о каких-то первых результатах вы знаете я считаю что все таки реформа надо уходить наверное от слова реформа это пугающее для людей медицинское должно быть улучшение или совершенствование или модернизация и на то она и есть пилотное чтобы где-то сделав какой-то шаг все-таки если он не такой где-то даже отступить и поправить и пойти другим путем потому как ну все-таки и в медицине и здесь проведение этих изменений важно не навреди все-таки не забывать такой девиз я думаю что для того чтобы люди почувствовали улучшение надо сосредоточиться на то на чем надо это в первую очередь это оказание экстренной медицинской помощи и в данном случае много уже в этом году сделано в этом направлении в область получено 90 автомобилей из госбюджета 10 автомобилей благотворительных три автомобиля областного бюджета реанимобили класса c в центре экстренной медицинской помощи который мы построили за год и ввели в этом году на следующей неделе макеевка получит восемь автомобилей скорой помощи класса b марки peugeot и по моему 1c да и вот кроме всего прочего увеличены на каждый вызов выплаты ну то есть финансирование раньше на вызов всего было три гривны так называемая сумка укладка да когда ряд теперь будет уже есть точнее 25 гривен на вызов вопрос теперь как правильно распорядиться чтобы были именно те лекарства которые востребованы иногда даже медики не всегда готовы заказывать именно то что надо но я думаю это придет достаточно быстро ну еще конечно есть вопрос и автомобильных дорог ну еще хорошая кстати очень дело мы gps хотим внедрить и сделать центральную диспетчерскую ремонт уже практически закончен идет теперь начинка чтобы автомобили поставлена задача доезжали в городе за 10 минут задача очень сложная амбициозная но в том же берлине это реализовано в селах-поселках там до 20 минут есть телефонный звонок мы обязательно эту тему еще продолжим андрей владимирович послушаем телезрителя вечер добрый приветствую вас представьтесь и слушаем добрый вечер добрый вечер вы в эфире представьтесь пожалуйста говорите андрей владимирович для социальных выплат естественно нужны деньги скажите пожалуйста как наполняется бюджет донецкой области если возможности делать какие-то выплаты пенсионерам повышать зарплаты учителям врачам спасибо в принципе об этом говорили ну если коротко я хочу кратко до большая часть этих повышений все-таки идет из госбюджета а что касается вот решение областного совета вы наверно знаете что в этом году снова принято решение там выплаты пострадавшим на чернобыльской аварии пострадавшим в результате там великой отечественной войны то есть мы финансируем вот эти программы в основном инвалидов ветеранов тем числе и ветеранов афганистана спасибо большое андрей владимирович я хотел бы вернуться к вопросу автомобилей скорой помощи продолжая тему медицины на ваш взгляд вот каким вам видится развитие вот этого сегмента то есть это будет продолжаться модернизация скорой помощи потому что те машины которые я лично видел да мы демонстрировали их нашим телезрителям то есть это реально те автомобили которые спасают реально людям жизни как заявляют медики можно ли рассчитывать что и дальше вот в этом направлении будет двигаться развитие ситуации в экстренной медицине можно быть уверенным я просто хочу базовые какие на сегодня у нас исходные условия у нас сегодня парк из изношен процентов на 90 автомобилей области надо 800 новых автомобилей скорой помощи для того чтобы он достойный был и чтобы все автомобили были там но не старше там 5-7 лет исходя из того тех возможностей которые сейчас есть мы еще приобретем около 100 автомобилей то есть до конца года будет 200 новых скорых то есть можно говорить о том что тоже макеевка получит это наверно порядка 15 скорых ну где-то за четыре года я думаю мы полностью обновим этот парк оснастим те уже которые машины сейчас есть уже в этом и следующем году и откроем дополнительные пункты базирования мы планируем их пойму ему 55 открыть дополнительных пунктов базирования скорая помощь чтобы доезд был быстрее первоочередных сейчас стоит 15 в этом году уже открыто две пока новых станции базирования спасибо есть еще один телефонный звонок не подсказывают посему добрый вечер вам представьтесь и ваш вопрос добрый вечер александр мой вопрос по поводу воды донбасса последнее время в течение месяца ухудшилось качество воды то бишь набираешь ведро воды проходит день-два и получается вода желтой и осадок какой-то там хлопья начинают в ведре плавать дальше тем более вода для питья и вот допустим бытовая техника стиральная машина накопительные баки нужно портится от воды как бы александр спасибо ваш на ваш вопрос поняли у меня единственная убедительная просьба все-таки я говорил о том что у нас сегодня в студии председатель донецкой областной администрации но андрей владимирович раз уж вопрос прозвучал не ночью александр я хочу сказать что да действительно есть проблемы с качеством в том числе была еще у нас такая проблема как сброс водохранилища харьковской области и нам пришлось для того чтобы люди минимально почувствовали во время жары мы максимально практически там за несколько на несколько лет запас этих всех углей вот этих которые очищают воду был использован что касается конкретно макеевки то 11 миллионов выделено из бюджета на строительство новой фильтровальной станции и мы в этом году ее построим я думаю что карас это и даст качество воды андрей владимирович продолжая тему медицины в донецкой области планируется ли планировалось поправить и сейчас у меня создание семи региональных перинатальных центров второго уровня пока есть один донец до который приезжал открывать президент украины где и за счет каких средств они будут созданы и в какие сроки я хочу так сказать всего будет дополнительно еще создана 7 перинатальных центров второго уровня и именно в ближайшее время на областной бюджет перейдут скажем перинатальные центры уже фактически они будут созданы это города горловка мариуполь и макеевка и они будут в первую очередь пополнены будут сделаны ремонты но и они будут в первую очередь напичканы скажем пополнены современным самым оборудованием для выхаживания малышей и нормального родовспоможения этого макеевка здесь приоритете кстати что касается извечные проблемы кадров это и касается и медицины и образования в том числе но во первых врачей не хватает как говорят специалисты плюс не хватает молодежи в системе принимаются вроде программы об этом вроде говорят но дефицит остается есть реальное видение есть какие-то стимулы механизмы которые смогут скажем так эту проблему сдвинуть с мертвой точки действительно очень много не хватает врачей те что есть очень большой процент пенсионного возраста и мы идем тут двумя путями во первых в каждом городе и районе принята программа местных стимулов для привлечения специалистов особенно важно это на селе это и жилье этой земельные участки это бесплатный проезд там дети там в садик там услуги жкх там бесплатно и так далее ну а скажем такое административное мы обратились и в нас успешно получается мы хотим чтобы меньше выпускников донецкого медуниверситета распределялась другие области которые за нами закреплены потому что нам им самим не хватает вы считаете что это в эти механизмы смогут скажем так эту проблему ну вообще конечно честно говоря быстро эту проблему не решить проблема достаточно запущенная и я так вижу реально для того чтобы выровнять ситуацию в частности по семейным врачам такими темпами надо лет 5 для того чтобы привести в нормальное соответствие продолжим об этом разговор после того как пообщаемся с нашим телезрителям добрый вечер мы вас приветствуем и слушаем вас добрый вечер представьтесь пожалуйста и задавайте свой вопрос меня зовут инга меня интересуется вопрос по детским садам андрей владимирович вы говорили что в детских садах не будет очереди но пока она еще существует что делается в этом направлении у нас спасибо инга инга добрый вечер да хочу сказать что проблема оказалась более запущенная даже чем я думал мы запланировали в этом году создать дополнительно 6000 мест в детских садах на данный момент уже создана 1800 таких мест но что интересно дополнительно по сравнению с прошлым годом у нас пошло в детские сады плюс 4000 то есть когда они стали создаваться стали и люди идти с большим желанием направлять своих детей в детские сады и я сегодня вижу реально что мы перешагнем цифру 5000 и приблизимся к 6 но мы программу не остановим я вот говорю что в первую очередь ответственная сейчас местная власть я как губернатор не оставляю без внимания ни одного обращения мэров городов и главы администрации по не только по открытию новых детских садов и строительству или там открытию групп а по любому ремонту я сегодня буквально заставляю всех что приходите ко мне с любыми проблемами по детским садам где нужно отремонтировать крышу где нужно поменять окна поэтому обращайтесь тоже заставляйте своих чиновников и кивайте на губернатора что губернатор выделить найдет деньги есть средства для ремонта детских дошкольных учреждений это у меня сегодня в приоритете андрей владимирович сколько на ваш взгляд времени нужно донецкой области чтобы вот проблема наличия мест детских садах была снята с повестки дня я думаю что учитывая переходящие стройки которые сегодня и в макеевке я вижу наметилась мы там выделили на два крупных садика до 1 я в октябре мы я думаю ведем до конца октября один крупный перейдет на следующий год в донецке точно такой же мы сейчас садик вводим в октябре и один закладываем в мангуше к это по крупным только садам говорю где там порядка 200 мест в каждом плюс еще необходимо провести работу школа сад в селах где ну нет большого контингента детей я думаю что в первом полугодии все-таки мы такое позорное явление как очередь детские сады искореним следующего года что касается школ андрей владимирович мы сейчас видим то что открываются новые школы но при этом при всем прекрасно понимаем и видим о том что у нас очень много школ здания которых а достаточно до внешней постройки если какие-то на сегодняшний день разработки мысли о том каким образом можно будет модернизировать вот эту ситуацию или сегодня все-таки приоритеты будут отданы вначале все-таки на проблему детских садов то нельзя скажем так отложить одни проблемы заниматься только другими школы да мы открываем новые школы и и после модернизации просто заново отстроенные это школа в янакиева открыта на базе три четвертой школы лицей с углубленным изучением скажем так информационных технологий на 200 человек сегодня заканчивается вторая очередь я сегодня буквально был на этой школе и скажем проводил оперативку заслушивал как идет строительство и когда они полностью весь комплекс закончат я увидел что в октябре они обязательно это сделают заканчивается строительство школы в горловке к сожалению 1 сентября они пустили спасибо родителям что они с пониманием и ждут нас в 88 квартале почти 20 лет простояла недостроенная школа судя по всему мы все-таки на той неделе когда будет день учителя все-таки эту школу запустим и дети это нам порядка 600 человек пойдут в школу рядом со своим домом не нужно будет куда-то и гвозить или ездить самим кстати что касается подвоза детей насколько мне известно также сделан предприняты серьезные шаги в этом году по программе школьный автобус ну да на данный момент 47 автобусов приобретено областью еще сейчас 5 на ожидании подойдут на самом деле еще порядка около 80 автобусов будет необходимо закупить в следующем году мы полностью закроем эту проблему для того чтобы наши дети ездили на безопасных автобусах коммунальной собственно сегодня нет в регионе до проблемы ни в одной из школ с подвозом детей допустим автону они то возят вопрос том что это автобусы скажем арендованные наняты и зачастую они не всегда ну того уровня качества и безопасности иногда это просто старые автобусы андрей владимирович буквально на днях вы вручали школьникам компьютеры означает ли это что процесс обновления компьютерных классов в регионе тоже скажем так начался знаете надо идти в ногу со временем наши дети должны быть конкурентоспособные в этом таком тревожном мире быстро меняющимся и наличие компьютеров и тех же досок электронных которые сегодня сегодня мы те школы которые мы открываем они оснащены мультимедийными мультимедийными вот этими комплексами я хочу сказать что прямо конкурс даже в эти школы уже существует потому что родители понимают что за этим будущее дети будут быстрее реагировать на такое вот более современное обучение до по программе соглашение между китаем и украиной которая подписал президент будучи и находясь в пекине область уже получила 1545 компьютеров и еще на этой неделе еще 800 компьютеров прибывает и будут розданы в школы городов и району донецкой области это где-то на 15 процентов обновит компьютеры потому что компьютеров то вроде как на 100 процентов на 96 рапортует обеспечены но вопрос их качества есть еще другая проблема это скорость интернета всего 12 процентов свыше 2 мегабит секунду поэтому тоже здесь нужно еще много работать значит педагоги очень надеются на выборную кампанию что останутся для веб-камер специальные оптоволоконные линии будет получше с интернетом ситуация в том числе и сельской местности и отлично пусть будет польза андрей владимирович скажите пожалуйста вот вы сейчас когда мы говорили о медицине когда мы говорили об образовании перечисляли достаточно большое количество цифр вложенных средств приобретенного оборудования техники вы же знаете ситуацию которая была до этого в области были подобные прецеденты ранее или это такой беспрецедентный год когда вкладываются огромные средства в эти проекты вы знаете я хочу сказать что сегодня пришла профессиональная власть в страну власть которая все-таки смотрит объективно на ситуацию правильно выбирает приоритеты и если сегодня приоритете здравоохранения и образования то естественно такое количество школьных автобусов скорых помощей там тех же там дефибрилляторов которых 257 кстати в область заходит в этом году тех же рентген аппаратов цифровых которых мы получим минимум 30 а возможно и 45 причем цифровых рентген аппаратов новых ну наверное суммарно за десятилетие а то и за 20 лет столько не получала область как в этом году андрей владеевич вами медики говорили информацию о том что вот имея все то что мы сейчас перечисляли в этой студии насколько скажем так можно улучшить ситуацию со смертностью в регионе с улучшением как знаете на самом деле продолжительная жизнь не выросла в регионе но я хочу сказать что правильно мы затронули тему именно судить о работе власти в конце концов и надо и так наверное и будут всегда по продолжительности жизни по материнской и детской смертности и вот вот это и должны быть все таки такие точки замера эффективно власть или нет улучшается эти показатели или нет ну и плюс конечно еще к этому качество жизни давайте послушаем нашего телезрителя есть телефонный звонок вечер добрый мы приветствуем вас и ваш вопрос добрый вечер добрый вечер представьтесь пожалуйста мы вас слушаем меня зовут виктор фамилия каноненко меня зовут виктор фамилия моя каноненко проживаю чего на вардинском районе у меня вопрос по поводу коммуникации пожалуйста мы слушаем у нас отсутствует отопление люди пользуются печным отоплением разрешение по поводу автономного нам никто не дает что нам поступать в таких ситуациях ну давайте попробуем узнать мнение андрея владимирович давайте она по конкретику виктор вы направьте ваш а это есть же ваши координаты здесь в студии да да даже бы конкретно вы допустим обратились и мы конкретно написали поручение местным властям я не вижу тут проблемы если вас печное отопление вы никак не завязаны на теплосеть вы никаким образом ну скажем так не ухудшаете ситуацию вопрос там если у вас газ конечно да но это уже думаю в рабочем порядке даже развивается андрей владимирович остается несколько минут хотелось бы вопрос еще задать уже из экономической плоскости что на сегодняшний день можно сказать о развитии экономики нашего региона показателях можете идти речи где есть какие-то проблемные точки ну на самом деле ситуация достаточно сложная по итогам 8 месяцев объем реализованной продукции по сравнению с 8 месяцами предыдущего года он снижен где-то порядка на около двух процентов основное снижение на сегодня происходит в металлургии оно и в объемах и к сожалению и в ценах ну и стоимости товара это металлургия ужалась процентов на 10 связано с ситуацией на мировых рынках в первую очередь конечно все конечно держится слава богу из 15 доминых печей работает 14 на ильича только одна не выходит с капитального ремонта из восьми конверторов работают все восемь и работает один мартен всего остальное конечно сегодня где-то среднее среднесуточное производство чугуна где-то 31 и 3 31 с половиной тысячи тонн что конечно явно немного откровенно говоря сегодня еще существует слава богу держится угольная промышленность но есть опять же проблемы со сбытой со сбытом потому что по цепочке с коксохимиками естественно задерживаются поставки платежей есть проблема машиностроение пока в плюсах тоже порядка плюс два процента к прошлому году химия в основном за счет нормальной работы стирола у нас пока тоже в плюсах есть падение по легкой промышленности то есть область с одной стороны скажем так примерно балансирует на уровне прошлого года хотя опять же я хочу повториться что налогов за счет детонизации местных мы собрали на 15 процентов больше чем прошлом году то есть фактически легализовано скажем такой примерно город как димитров то есть легализовано столько людей которые скажем так обнаружили что они тоже работают и должны платить налоги андрей лене начну о каких прогнозах можно говорить о развитии экономики или сейчас в условиях кризиса строить что вы знаете на последнем заседании комитета экономических реформ а также на совещании в днепропетровске президент поставил задачу по защите собственного товаропроизводителя как на внутреннем так и на внешнем рынке и вообще такое создание условий для реального внутреннего скажем так заказчика мы готовим такие обращения к президенту поручения президента совместно с крупными компаниями по увеличению металлопотребления в украине и в области в частности это и вагоностроение это строительство матч мачт электропередач это и замена рельсовых путей то есть целая такая программа и я надеюсь что вот внутреннее потребление мы конечно не китай мы не сможем создать полностью заместить экспортно ориентированную нашу экономику мы но мы сможем подправить ситуацию если не допустить падение объема производства а значит и уровня жизни есть еще один звонок к сожалению он уже будет на сегодня последний потому что время неуклонно заканчивается добрый вечер представьтесь если можно лаконичного ваш вопрос добрый вечер меня зовут александра у меня он такой вопрос будет обратить и у меня на водительная семья и мы сдали счетчик водоканал на проверку и на заставляет выкапывать яму на возле частного дома на то есть за территории дома вот он средств соответственно никаком на детстве сейчас выкопать у меня их просто реально нет никто не предупреждал мы его сняли как положено этот счетчик и ждали обоснованы ли эти требования и можно ли допустим если нет у меня возможности не выкапывать эту яму а поставить его обратно в самое место александра спасибо за ваш вопрос давайте александра вы пожалуйста ваш адрес оставьте что касается конкретно многодетной семье так вижу такую острая проблема с этими счетчиками надо отдельно разобраться по вам конкретно вам поможем андрей вылез спасибо большое вам что вы были гости в сегодняшней нашей студии я приглашаю вас к нам еще вы интересный собеседник и всегда приятно слушать те ответы которые даете вы и самое главное я желаю вам не терять присутствие духа и оптимизма который вам присущ спасибо напоминаю что сегодня гостем студии был представитель донецкой областной государственной администрации андрей шишацкий говорили мы о социальных инициативах высказанных президентом украины о том как развивается на сегодняшний день донецкой области как проходят реформы в таких сферах как здравоохранение и образование несмотря ни на что верьте лучше всего вам самого доброго и до свидания и